Не только в Нижнеудинске, но и в других районах Иркутской области в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры. Столбики термометров опустятся до минус 30 градусов, а на севере до минус 35. А на минувших выходных жители Прибайкале могли наблюдать уникальное явление, не связанное с погодой, а с космосом. Подробнее об этом расскажет Анастасия Горостелева. Северный полюс А другая задалась вопросом, насколько нормален этот факт и не повлияет ли он на здоровье. Ведь причиной северного сияния, добравшегося аж до юга Прибайкале, является очередная магнитная буря. Есть люди, я знаю таких людей, у которых действительно самочувствие ухудшается во время магнитной бури. Но есть огромное количество людей, на которых это не действует вообще. Это, знаете, ситуация такая же, как с метеочувствительностью. Я думаю, вы знаете, что есть люди, которые предсказывают погоду. У них там кости ломят, коленки болят. Не менее часто люди выставляют магнитные бури еще и виновниками проблем с электрическими приборами. Однако ученые заявляют, что подобное явление не способно нарушить работу телевидения и интернета. Более того, даже участившиеся в последнее время магнитные бури вполне себе нормальное по астрономическим понятиям явление. Следует сказать, что сейчас солнечная активность находится в фазе роста. И в фазе роста солнечной активности это вполне нормальное явление наблюдать полярные сияния вплоть до средних широт, на которых находится город Иркутск. Более того, ученые напомнили, что до этого северное сияние в наших широтах наблюдали и в 2021 году, и в 2015. Поэтому считать это явление совсем уж уникальным для Иркутской области не приходится. А учитывая прогноз солнечной активности, в ближайшее время у жителей нашего региона еще будет возможность прикоснуться к северному чуду. Анастасия Корыстелева, Виктор Черкашин. Новости по будням.